С 12 февраля туристы из 80 стран мира могут проезжать в Беларусь без виз. С точки зрения экономики, политики, это действительно очень важное событие в жизни республики. К сожалению, республику не очень жалуют глобальные СМИ. В понимании западного обывателя Беларусь – это такая европейская Северная Корея, а Александр Лукашенко – последний диктатор Европы. Соответственно, отмена виз – это возможность показать себя открытой, прозрачной, приветливой страной. Вряд ли имидж Беларуси изменится кардинально после данного шага, однако вода камень точит. Конечно, прежде всего, отмена виз – это позитив для гостиничного бизнеса. Перед чемпионатом мира по хоккею 2014 года были сделаны серьезные инвестиции в данный сектор. Сейчас гостиницы загружены на 20-30%. Это вряд ли радует инвесторов и бюджет. Можно надеяться, что ситуация изменится. К гостиничному бизнесу, шире к сектору коммерческой недвижимости всегда проявляли интерес инвесторы из Российской Федерации, Турции, Азербайджана и, конечно, Казахстана. Еще один плюс – это, конечно, Минский аэропорт, транзит. Вполне возможно, что Минск сможет потеснить Варшаву, Вильнюс и Ригу в плане транзитных рейсов. Еще один плюс Беларуси – это, конечно, казино. Игорный бизнес является абсолютно легальным. Об этом мало кто знает в мире. Соответственно, будут желающие поиграть. Ну и в плюсе, конечно, финансовый сектор. Обмен валюты. Раньше в Беларуси были миллионы. Однако в прошлом году произошла деноминация 1 к 10 тысячам. И, соответственно, деньги стали более удобными для обычных расчетов. Некоторые говорят, что есть и минус. Спрос со стороны туристов будет на импортные товары, что ухудшит торговый баланс. Однако, маржу, наценку никто не отменял. Соответственно, в плане торговли для Беларуси также будет плюс. С нашей точки зрения, влияние отмены виз на макроэкономику будет позитивным, но достаточно умеренным. Экономика – это не только спрос со стороны туристов. В любом случае, отмена виз – это позитив для белорусского рубля и для сектора, завязанного на туризм. Однако, посмотреть влияние данного шага на макроэкономические индикаторы можно будет только по итогам второго квартала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова